Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии и сегодня у нас один из основных выпусков, которые посвящены именно историческим культурам, то есть в принципе основным вопросам истории северо-западного Кавказа, который начал с каменного века. В прошлый раз мы говорили о майкопской и новосвободенской культурах, это ранний бронзовый век, примерно 5-6 тысяч лет назад. Теперь мы поговорим о следующей по этапу культуре, которая существовала на северо-западном Кавказе, имя ей дольменная культура или культура строителей дольменов. Собственно, по названию вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет как раз о тех людях, которые построили большую часть дольменов. Хотя, в принципе, дольменообразные строения и дольмены известны были и до них, то есть во времена той же новосвободенской культуры, но основная масса дольменов построена именно этими людьми или рядом этносов, которые сменяли друг друга в рамках одной культуры. Итак, как вы уже поняли, после новосвободенской культуры появляется дольменная культура, это у нас средний бронзовый век, ну примерно 2-е тысячелетие и середина 2-го тысячелетия до нашей эры. Считалось классически всегда, что дольмены прекратили строить как раз-таки где-то в 1500-1400 годах до нашей эры. Хотя самые последние данные по этому поводу говорят о том, что да, дольмен может в классической форме и перестали строить, но сама традиция постройка такого рода мегалитов, она сохранилась по своей, как бы имеет преемственность, то есть она не прерывалась, а видоизменялась и дожила в общем-то до средних веков. Но это другой вопрос, не в этот раз, что называется. Итак, что мы знаем об этой культуре? Она появилась в горной части, там где была новосвободенская основная культура и заняла территорию лесистой предгорной и горной части со стороны моря с южной стороны, с северной стороны, трогав Кавказом. В степной части она ограничивалась рекой Лаба, но есть мнение, что возможно какие-то скрапления есть в Карачаевой Черкесии и даже в Ставропольском крае, в Железноводске. А по побережью она обрывалась вот примерно в районе Ачамчиры в Абхазии. В некоторых районах считается, что возможно это и Таманский полуостров, там тот же Уляб, Майкоп, там кое-где встречаются отдельные элементы. Собственно, открытие этой культуры началось с открытием дольменов, то есть еще первые изучавшие дольмены исследователи, тот же академик Павлас в 1794 году оставлял упоминание о них. Ну и в последующем все, кто занимался дольменами, все так или иначе занимались и этой культурой. Но всегда в прошлом основной взгляд был только на дольмены оберчен, в то время как на сами поселения этой эпохи, там отдельные какие-то единицы археологических раскопок, они долгое время не брались в оборот. Только в 40-х, в 45-50-м годах, например, такой ученый краевед как Аханов впервые исследовал в Геленджикской бухте древнее поселение, содержащее дольменные материалы. Это считалось именно поселением культуры дольменной эпохи. И позже уже в Воронцовской пещере в районе Сочи в 50-е годы были обнаружены Соловьевым слои дольменной культуры. И потом вот этот материал в 60-х годах уже обобщил и опубликовал Леонид Лавров. С 67-го года начался новый этап изучения этой культуры, появились отдельные, то есть под руководством Марковина отдельные группы. За десятилетия до 75-го года открыли довольно большой материал исследовательский. Начались изучения именно поселения дольменной культуры. В 50-х годах было раскопано поселение так называемое Дегуакско-Даховске на реке Белой и отдельное становище в Богатырской поляне в районе Новосвободной, где в принципе Новосвободную культуру активно изучали и в принципе и сейчас ее изучают. Также занимался археолог Аутлиф, который открыл два поселения в районе Новосвободной также и на реке Фарс. Позже туда подключился еще Резепкин, то есть в принципе те же люди, которые всегда занимались дольменами. И на сегодняшний день в районе Новосвободной известны там целый ряд таких поселений, которые уже как устоявшиеся археологической культуры в науке. Те же допустим Старчики 1 и 2. Но как бы активных поселенческих исследований не проводилось. Трифонов только позже начал это изучать и делал, если интересно, Трифонов впервые попытался сделать реконструкцию мегалитических комплексов, провел ее. В наше заверящее время еще есть такое понятие, при изучении этой культуры, как археоастрономия. Изучая то, каким образом вот эти памятники мегалиты могли использоваться для изучения и применения астрономических знаков. Например, это Кондряков и Кудинцевы занимают. Как правило, это все происходит изучение в прибрежной части. Итак, нормальная культура пришла на смену Новосвободненской. Обременная преемственность между ними есть, но это как бы отдельные элементы. Тут сложно сказать о том, что вот эта культура взяла и перетекла в другую. Какие-то элементы взяли, но все-таки это другая. То есть сменялось ли при этом население, сложно сказать. Но параллели это мегалитические гробницы, то есть крупные, массивные из камня. Некоторые параллели в керамике, месторасположение поселений. И вот обычно как самое сложное, то что непонятно, сменилось население или нет. Тем более, что имеется ряд признаков недостроенных дольменов, то есть брошенных Новосвободненской культуры и потом появляются дольменные. Предметом расхождения является, в общем-то, и происхождение этих дольменов, которое может не совпадать с движением именно этносов. Есть как бы версия старая, что влияние вот этой дольменной культуры, керамики пришлось из Малой Азии, особенно по керамике. Но там много вопросов точно также сегодня. Формирование, возможно, послужил такой импульс с юга со стороны Колхиды, Западной Грузии. Вот именно вот эта новая дольменная культура. Там очаги именно ареала распространения керамики, очень похожий. Итак, дольменная культура появляется впервые в 1900-2800 годах до нашей эры. Так, например, были определенные исследования радиоуглеродного анализа. Тот же комплекс, о котором я рассказывал, так называемый Туапсинский Стоунхэдж Псена К1. Там уголь датировался 2340 годами нашей эры. Ну и ряд еще, допустим, исследователей к ней. Дольмен Колехов относится знаменитым. Сюда же относится к культовый камень в Кудепсте с выемками для сиденья каменными. Это вот все дольменная культура. Хотя есть разные взгляды на последовательность ее изучения. Важным событием именно находок стало обнаружение петроглифов на дольменах, в которых были охотничьи сцены и борьба разных человечков. То есть какие-то изображения уже не просто схематические, а в виде рисунков. Второе изображение из дольменов в поселке Джугга имеет аналоги на определенных формах в Крыму, например, и на юге Украины. И что идет в копилку теории происхождения именно как по старельке, как и с теми культурами, которые пришли ранее, о которых мы говорили, что наиболее вероятная версия – это Европа, юг Украины и Северный Кавказ. И скорее всего так и происходило, что с каменного века каждая новая культура – это очередная миграция оттуда. Тех же самых, в принципе, людей по генетике схожих друг с другом, может впоследствии смешивавшихся на территориях Северного Причерноморья с другими племенами. Но это каждый раз новая волна именно с севера. Как правило, поселения дольменной культуры располагались ближе к воде, чем предшественники на приличных террасах, склонов около ручьев. Но также известны стоянки на водоразделах, то есть на переходах горных из одной долины, другую. Например, та же Новосвободная Богатырская поляна, она переходит, или гора Ауталюс у села Солохау. Дома у них были турлучные, классические, с глинобитными полами, как в принципе это было и у предшественников, как это было и даже у ладыгов более современных. Камень применялся только для незначительных выкладок каких-то. То есть там те же самые глинобитные печи, обмазанные ямы глиной, все очень похоже. Но они использовали также для жилищ и пещеры, в которых собственно в этих пещерах и жили и там и хоронили. Причем одна из версий, в принципе, не относящихся к дольменам, но вообще к дольменам в мире, как бы от Неганези, о происхождении их, что они независимо в мире появлялись, и дольмены как форма захоронения в горной области. Поскольку в горной области большинство открытий человека произошло, ну, современные виды там, допустим, растений, выведены были животных, то есть все передовые технологии появляются в пригорной или горной области, и там же люди живут в пещерах, они хоронили людей в пещерах, когда из-за того, что грунта мало, они естественно выкапывали небольшие ямки и в основном обкладывали камнями, то есть старались сделать что-то вроде каменного такого склепа или гроба, каменные гробницы так называемые. И вот форма захоронения человека, вождя или какого-то успешного человека в виде каменного такого гроба, она просто со временем переформатировалась в более крупное каменное сооружение, которое просто повторял, тем более, что в первых ранних дольменах хоронили единично, только позже стали по 2-3 человека, это в основном были очень уважаемые люди. Естественно, спустя эпохи, сменившиеся население, культуры подхоранивали потом по своим уже по другим видам массово более людей туда, ну и как бы иногда при этом сильно как бы перемешивая ранний слой, но при этом видно, что все-таки разница была очень большая между поздними использованием дольменов и ранним их предназначениями. И этногенез он виден. Также и на побережье галькой обкладывали камнями, как каменный гроб и обкладывался галькой. Та же самая идея каменного ящика. Ну, мы отвлеклись. Значит, говоря о дольменниках, то в принципе копируем здесь в данном случае новосвободную культуру, это опять же те же разведения свиней, там допустим рыбалка, охота, в том числе на дельфина. Она была с каменного века до самых поздних дней, наверное, еще Джеймс Болл тоже фиксировал в 19 веке, когда на дельфинов охотились. Ну, по поводу металлургии, там бронза использовалась активно, сердолик из рана из Индии импортировался, то есть видно, что торговые связи были очень широкими, продолжали им быть. В керамике дольменная культура превосходит своих предшественников по разнообразию и декору, а технология гончарства осталась прежней. Сосуды были ручной лепки и заметьте, да, что и новосвободные были, а в майкопской культуре был гончарный круг. Он был только у нее и потом исчез. Внезапно она была очень передовой культурой, потом у нее откат случился эволюционный, но об этом позже. Значит, что еще? Интересные находки, допустим, в виде фигурок, тропоморфных в виде человека или грузных, очень толстых женщин. В окрестностях Атера, в Абхазии, в той же Дюгакском поселении в Адыгее находились разного рода такого фигурки. Интересен еще каменный диск с не очень ясными знаками из дольмена, как раз на реке Калихо, который не имеет аналогов, бронзовый диск с протописьменностью или петроглифами, о котором ученые до сих пор спорят. Кроме погребений в дольменах, известные погребения в гротах и грунтовых могилах, которые относятся к этой культуре. Был такое парное погребение на Богатырской поляне, но принадлежность там под спором от дольменной культуры. Ну, то есть мы здесь понимаем, что просто в земле, да, какая-то яма, возможно, обкладывалась камнями, вырезалась, как гробница, такая комната в земле, и туда захоронился человек. Там не было возможности построить дольмен. Что касается массовых захоронений, они, как правило, рядом с дольменами происходили, в более простом виде. Встречаются в этих захоронениях мелкие фигурки из глины, изображающие разных животных. Зубр, кабан, свинья, корова, волк, бык. А сам обряд при этом копировался в гроте, что в дольмене, что в гроте, то есть проводился одинаковым способом. В основном гротовые еще погребения обнаружены именно в пещерах, также вокруг Адлера, вокруг Гагар, Зиби, Сухуми. И видно, что они старались герметичными сделать, очень закрытыми. Выкладывали необработанными плитками и в форме неполного ложного свода. При этом, а именно, знаете, как вот в новосвободной культуре были галерейные именно гробницы полноценные или там какие-то колонны, такого вот не встречалось, наоборот. Обычно, сравнивая дольменные захоронения, говорят, вот именно вторичные, когда уже подхоранивались, то сравнивают их с мегалитическими гробницами Западной Европы, где манифицированные останки массово лежали, только общественные гробницы были такие. Как правило, там аристократия массово хранилась. Что касается, ну, допустим, примера вот этого жертвенного камня с сиденьями в Кудепсте, это вот как раз один из примеров ярких таких культовых объектов. Обычно они с лунками, кругами или другими изображениями встречаются, но вот здесь вот, да, вот в такой форме и можно предположить, что на таких камнях располагали трупы, подвергаясь мумификации и разложению, перед тем, ну, до того, как их захоронить сам дольмен, да, дырку эту. Или здесь, наоборот, происходили какие-то мистерии, посвященные, допустим, Великой Матери, как образу. Имеется также сообщение о разграблении и полной потом разборке на камень пирамидальной конструкции в архипоосиповке, которая достигала, по рассказам, высотой до 12 метров и состояла из прямоугольных каменных плит. К сожалению, для науки она потеряна сегодня. Итак, в науке сегодня есть, ну, примерно три основных версии происхождения дольменной культуры. Откуда же она взялась? По одной из предложенных еще в 13-м году антропологам Анучиным, ну, была такая еще и советская, потом она поддерживала в советское время эту теорию, автохтонного происхождения. В принципе, тогда старались все привязывать чисто только к автохтонности, то есть местные и все. Когда они всегда здесь жили и всегда вот развились. Одна, потом вторая, третья, просто менялась культура. В доказательстве отсутствия миграции обычно приводится факт, что нигде нет точно копии кавказских именно дольменов. Но с таким как бы способом очень сложно судить, потому что если говорим о миграции, то, как правило, миграция это всегда такой стресс, это переход молодого именно большего поколения, которое не погружено себе в традиции. И в любом случае при переходе оно смешивается с другим населением. То есть миграция не несет чисто, знаете, как перекопировали, перешли на новое место и все то же самое осталось. Это все смешение. К тому же схожих редких деталей в данном случае слишком много и необъяснимо без признания прямого контакта. Именно имеется в виду, что какие-то параллельные аналогии в мире. Есть теория, она и по сей день популярна, южного происхождения. Это гипотеза того, что пришла миграция с Переднего Востока, то есть с Ближнего Востока, точнее даже с Турции, с Сирии территорий. Обычно, как говорят, что привязывают к кашкам племени, которая жила в эпоху хатов, хетов в Малой Азии. И вот оно, якобы мигрируя, слилось с небольшими какими-то аборигенами здесь и образовало будучих адыга-абхазов. И вот, значит, обычно привязывают это к тому, что вот керамика очень похожа на Ближнем Востоке, что здесь. Но откуда появляются сами дольмины, непонятно, потому что там они не встречаются. Хотя есть протоформы, такие вот еще, значит, галечные такие насыпные или каменные ящики в Турции, допустим, встречаются, но гальменов нет. И третья гипотеза, самая перспективная современная гипотеза, как и все предыдущие, о которых мы упоминали в роликах, это северо-западное направление с Каменного Века, приход из этой вот циркумпатийской зоны, с Балкана, миграция этого еще населения первобутного европейского Каменного Века до индоевропейского, которая потихонечку вот волнами приходила на Кавказ. И вот одна из волн, третья волна, условно говоря, это вот дольменная культура. При этом, ну да, очень много схожих есть и положений в керамике, и в вооружении, и в тех же мегалитах в той же самой Европе. И что в Дании, в Германии, во Франции, то есть все это встречается. И позже те культуры, даже индоевропейские, они многое взяли оттуда в Европе. Ну и остается возможность того, что каждая из этих гипотез, она в принципе может отражать какую-то часть реальности. То есть это разные компоненты, которые из разных источников. То есть может быть и с юга пришли, может и с северо-запада тоже пришли. Может какая-то автохтонная была, и все это просто поперемешалось. Это что касается дольменной культуры, но я бы хотел, естественно, упомянуть немножко о соседних культурах. Так, например, в прошлом выпуске мы говорили про Насабодинскую, Майкопскую культуру, но не упомянули, и в этом выпуске тоже хотелось бы отразить. То есть, собственно говоря, после того, как майкопская культура ушла, что же на ее место пришло? Если мы говорим, что Новосвободинскую заменила дольменная в горах, то на равнинах ее заменила, например, культура так называемая новотитеровская культура. Это была такая странная культура смешанного типа. В ней что-то от майкопской, а что-то уже от индоевропейцев, культура именно степной части северо-запада, то есть тех же колоколовидных кубков культуры. То есть, это такая смешанная культура уже. Существовала она с 1300 по 2700 годы нашей эры, на территории как раз-таки по северным границам майкопской культуры тогда образовалась, и пересекалась очень с ней. Она всю степную часть занимала от Азовского моря до Каспийского, здесь в степях. Отличается она своими погребениями. В частности, там нашли много, ну, нашли, в общем-то, присутствуют повозки с особой характерной керамикой, то есть в самом захоронении. А также более богатое, чем у майкопской культуры, наличие металлических предметов именно, что говорит о контактах именно с металлургией майкопской культуры. Объединяется она в единый культурный комплекс вместе с крупной ямной культурой, которая уже упоминалась до этого, которая когда-то, как по одной из версий, перерезала культуру мешаков каменного века. Известна эта культура по кургану у хутора Лебедев в Калининском районе Краснодарского края, который раскопали в 79-м году. Ну, как бы более крупных исследований я пока не знаю, или мне не попадались по этой культуре, ну и как бы погружаться сильно здесь не будем. Просто для понимания, что была такая прослоечная культура в степях. Она же тоже существовала не очень долго, то есть мы понимаем здесь уже более поздние времена. Пока дольменная культура существовала, эта новотитерская сменилась более крупной, так называемой, северо-кавказской культурной общностью. Почему так говорят? Потому что, по сути, это не то, что культура, это очень близких, по сути, своей, по происхождению, множество разных культур, возможно, куча целых этносов, которые растянулось на огромную территорию, вокруг Черного моря и потом в степях до Каспия. Существовала с конца третьего по начало второго очередя нашей эры. Она сменила как раз-таки майкопскую культуру, условно, мы говорим, потому что очень далеко не все ученые признают наличие северо-кавказской культурной общества, обычно ее разделяют вплоть до 79 разных культур, то есть такой конгломерат разных культур, каждая по-своему особенная, в разные времена существовавшая, то есть такая вот сменяющаяся парадигма, то есть, грубо говоря, как великое переселение народов было, так и здесь, что-то постоянно менялось. То есть обычно говорят просто культуры среднего или позднего бронзового века, как правило, ученые некоторые так называются. Ну, на севере она там с южно-русскими степями, с катакомбами, с рубной культурами, граничит с юго-запада, по ее границе дременная культура, на востоке это культуры Дагестана древнего, потомки куру-арахской культуры. И здесь вот, что сложно, из-за этой каши огромное количество культур и такой еще пока слабой ее изученности, она, естественно, там много противоречий в себе создает. Характеризуется обычно обрядом захоронения, включающим создание для покойного камера на дне вертикальной ямы, тело, которое в вытянутом положении помещалось и в ногах у него был сосуд с пищей, похоронен. Считалось это население оседлым, не кочевым, хотя тоже майкопская культура, она полу-кочевая была. Использовала оловянистую брозу и многие технологии именно металлообработки, которые достались от майкопской культуры, но гончарный круг ей уже неизвестен, то есть здесь утерян. То есть вот это как раз так и говорим, что вот эти миграции, видимо, как темные века, майкопскую культуру они разрушили и как бы откатили назад в своем развитии. Ну, нужно понимать, что вот эта культура северокавказских этих вот общностей, да, племен, она все-таки сохранила какую-то часть достижений майкопской культуры. Ну, в частности, керамику сохранили они полностью, даже немножко, только единственное, что отлучили, вручную они ее делать стали. Они сохранили, допустим, зобычу местных залежей, то есть занимались металлургией, то есть в последних нашли шахты по добыче этих залежей, штольни, и следы обработки меди. Также, что интересно, они пользовались, как и племена майкопской культуры, лошадью, только как животным для верховой езды. И что самое интересное, что и у адыгов же так же было, конь никогда не использовался для сельскохозяйственных работ. То есть преемственно здесь идет культуры Аташат-Майкопской. Наиболее яркие захоронения в виде курганов, каменных ящиков и склипов находили в Прикубане, Близоулов-Уляб, Хатужука, Станиц-Казанская, Константиновская, села Успенского и городов Армавир и Курганинск. И при этом их влияние достаточно далеко простиралось, потому что какие-то отдельные элементы находят вообще в предкавказье. На территории, по крайней мере, захоронениях на территории предкавказья. Но что вот в научном мире, говорят обычно. Некоторые исследователи, особенно в Ленинградской школе, не признали северо-кавказскую культуру. Изначально заявляли, что под ней скрыто не менее пяти разных культур. В 80-х годах исключили ряд катакомбных памятников в степе и назвали их Кубано-Терской культурой, которая, по словам исследователей, объединяла 29 разных признаков в себе отдельных, своих собственных. Археологи по сей день остаются привержены все-таки большей части северо-кавказской культуры, ставшей уже просто традиционной. Но, тем не менее, попытались в них разобраться, выделить какие-то присущие признаки этих культур. Допустим, Трифонов в 91-м году у памятника Прикубания по 70 признакам попытался разобрать. И получалось, выделил ее в северо-кавказскую культуру в отдельный блок, но внутри как бы ее не разобрал. По поводу происхождения, допустим, Крупнов и Марковин стояли на позициях безусловно ее местного происхождения автохтонности. Ну, у них, в принципе, все культуры так были. То есть, выходящие как бы из майкопской культуры. Опять же, они отсюда привязывали такие формы, как курганы, кромлихи, орентировку покойников в южном направлении и с сильной скрюченность как в позе младенца. Но все это широко было известно не только майкопской культуре. Сафронов и Николаева ученые показали, что северо-кавказская культура имеет мало общего все-таки с инзосободницкой и майкопской культурами и как майкопская и инзосободная между собой тоже. Больше всего эта культура, как показывают терминологии, допустим, Николаева и Сафронова, своими, допустим, керамикой, орнаментом, оружием, архитектуре и погребальных сооружений схожа с культурой шаровидных амфор и шнуровой керамики боевого аппарата. То есть это европейский формат культур, о чем говорил также польский историк Сулимирский в 70-х годах. Но опять же это далеко не всеми археологами воспринимается. Самое интересное это антропология. К сожалению, генетики сегодня еще мало изучили, именно археогенетика, генетический материал от этих останков, этих культур в принципе северо-западного Кавказа, потому что сложно говорить что-то конкретное. Можно говорить, допустим, по антропологии. По консультации Герасимовой для северо-кавказской культуры характерен массивный барахиальный вариант, широколитость, резко отличающийся от черепов, допустим, чуть более поздней каванской культуры, которая свойственна Центральному Кавказу и Дагестану и Чечне. И на пограничии тоже с ней, допустим, Ставрополе, представители гемной культуры там тоже в смешанном виде встречаются. То есть здесь переходы этих степных культур индоевропейцев с северо-кавказской общностью происходят. При этом и высокоголовые. И опять же, там до сих пор ученые спорят по поводу того, что все-таки кто же здесь был первее и было ли вообще это смешение. То есть такая очень аморфная, неясная культура, но она была. Следующей по этой тематике у нас будет, скорее всего, уже протомиотские культуры поговорим об этом в следующем выпуске и их соседей. А на этом у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Всем до новых встреч. Пока.